Зачем изобретать велосипед, когда его уже изобрели, ну, допустим, в соседней области? Ведь можно, используя готовую схему с меньшими затратами, сделать такой же велосипед, адаптированный к нашим дорогам на родной земле. Примерно так можно выразить основную мысль сети брифинга «Добрые соседи», который прошел в пятницу 28 июля в нашем городе. Гостей из других городов, готовых поделиться своим опытом и перенять опыт, соседей встретил и поприветствовал глава администрации города Рязани Олег Булеков. Он отметил, что именно такой формат встречи был выбран не случайно, ведь речь пойдет не просто о партнерстве, а о добрососедских отношениях. Жители наших городов волнуют одни и те же проблемы. Мы решаем практически одни и те же задачи. Поэтому все то, с чего мы будем сегодня обсуждать, мне кажется, это будет полезно для нас, для всех. Порой мы, решая проблемы, мучаемся, изобретаем, рассматриваем различные варианты решения этих проблем. Потом посмотришь на практику и посмотришь на наших соседей, оказывается, они уже это все решили, уже все это сделали. Просто бери и реализовывай себя. Олег Булеков отметил, что развивая отношения с городами-побратимами из других стран, мы почему-то забываем о соседях, у которых нам также есть чему поучиться. Гостями брифинга стали представители нескольких городов. В их числе Владимир, Липецк, Тамбов, Саранск, Калуга и Магаз. В большинстве из них то, о чем сегодня только задумываются власти нашего города, уже реализовано. Так, например, Магаз сегодня активно внедряет передовые технологии, аналогов которым нет даже за рубежом. Саранск славится своими дорогами, что, по словам заместителя главы администрации Алексея Егорычева, напрямую зависит от качества уборки снега зимой. Своим опытом поделился и город-музей Владимир, в котором заработал информационный портал «Владимир – это мы», направленный на улучшение качества взаимодействия органов муниципальной власти с населением. Что он из себя представляет? Это обращение жителей, анонимное обращение жителей. Анонимность дает возможность устранить барьеры при заполнении всех персональных данных. Тем не менее, это официально зарегистрированное обращение гражданина, которое отрабатывается в минимальные сроки, регламент 14 дней. Вопросы городского хозяйства гражданин может обозначить проблему, осуществить контроль. Например, идут дорожные работы, житель может сказать, а вот при строительстве таких-то упущено то-то. То есть, это живая линия населения и органов власти. В ходе круглого стола участники встречи делились бесценным опытом посредством подготовленных презентаций. Несомненно, гостей заинтересовал и опыт Рязани. Кто-то из них уже бывал в нашем городе, а кто-то, например, мэр Магаса Беслан Цычоев, приехал сюда впервые. Я, наверное, даже и не думал, и не догадывался о том, что попаду в такой прекрасный город. И должен сразу отметить тот факт, что это не дежурные слова, которые приняты. Когда приезжаешь в гости, и приняты говорить красивые слова, что ты попал в самый лучший город и так далее. Поверьте, я искренне от души говорю, что я действительно, действительно очень сильно впечатлен. Все участники встречи поздравили рязанцев с Днем города и сошлись во мнении. Подобные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Ну а итогом встречи стало подписание соглашения о дальнейшем социально-экономическом сотрудничестве, к которому в скором времени должны присоединиться Нижний Новгород, Пенза и Тула.